глава 15 взаимоотношения между разумом и телом влияние разума основное утверждение которое будет обсуждаться в этой главе заключается в том что тело повинуется уму поэтому тело имеет тенденцию проявлять то чему верит ум убеждение может быть сознательном или бессознательно утверждение о главенстве ума следует и закон осознания которое звучит так мы обусловлены и подчиняемся тому что держим в уме единственная сила которая имеет над нами власть является властью убеждений которым мы сами и даем эту власть под властью мы имеем ввиду энергию и желание ведь если мы посмотрим на карту сознания будет легко увидеть почему он более силен чем тел энергетическое поле интеллекта по шкале 400 с его убеждениями и концепциями ума более сильно чем энергетическое поле физического тела по шкале 200 таким образом тело проявит убеждения содержащиеся в уме сознательно или подсознательно наша предрасположенность к принятию негативных убеждений зависит во первых от того сколько негатива содержится внутри нас позитивный ум например откажется принимать отрицательные мысли и просто отклонит их как неверное для себя такой он просто откажется купиться на поддерживаемое в обществе отрицательной идеи мы знаем как легко можно продать самоосуждение страдающему от сознания своей вины человеку и продать страх перед какой-нибудь болезнью человеку испытывающему страх идея например что простуды заразное является хорошим примером мысли что все простужаются будет подхвачена человеком у которого есть значимое чувство вины страха и ложные представления относительно законов сознания из-за бессознательной вины человек неосознанно чувствует что он заслуживает простуды тело повинуется убеждению ума что простуда вызвана вирусами которые ловятся и заражают таким образом тело которым управляет убеждение ума проявляет простуду у человека который отпустил основной отрицательной энергии вины и страха нет напуганного ума который верит простуда распространяется по округе я вероятно заболею как все другие это динамика находящиеся на заднем плане болезни механизмы реализующиеся посредством вызванных умом модификаций энергетического потока биоэнергетической системе и избытка подавленной энергии направленной вегетативную нервную систему мысли сильно потому что у нее высокий показатель вибрации мысли это на самом деле реальная вещь она имеет свою энергетическую структуру чем больше энергии мы даем ей тем больше силы имеет мысль для того чтобы проявиться физически это парадокс широко распространенного так называемого санитарного просвещения парадоксальный эффект состоит в том что пугающие мысли укрепляются им дается так много власти что эпидемии на самом деле создаются сми например свиной грипп основанная на страхе предупреждение об опасности для здоровья на самом деле настраивает ментальный контекст на то что произойдет именно та самая вещь который боятся поверх физического тела находится энергетическое тело форма которого очень похожа на форму тела физического и чьи структуры на самом деле управляются физическим телом этот контроль производится на уровне мысли или намерения передовая субатомная квантовая физика продемонстрировала что аналогичным образом наблюдение влияет на поведение субатомных высокоэнергетических частиц власть ума над телом было продемонстрировано клиническими исследованиями например в одном исследовании группе женщин сказали что им дадут гормональную инъекцию чтобы их месячные начались на две недели раньше на самом деле им просто дали плацебо инъекцию сыновый раствор тем не менее более чем у 70 процентов женщин развелось ранее предменструальное напряжение со всеми физическими и психологическими признаками другая яркая демонстрация этого закона сознания наблюдается в людях синдрома множественной личности диссоциативным расстройством ранее это расстройство считалось редким теперь обнаружено что она довольно распространено так это явление стало изучаться все более и более широко было выяснено что у различных личностей находящихся в одном и том же теле наблюдаются различные соматические реакции изменения например регистрируются в электроэнцефалографических мозговых волнах а также в том какой рукой человек пишет в порогах боли электрическом ответе кожи айкью месячных периодах идущем полушарии головного мозга языковых способностях акценте и зрения таким образом когда присутствует индивидуальность который верит в аллергии человек становится аллергиком но когда другая индивидуальность присутствует в теле аллергии исчезают одна индивидуальность может нуждаться в очках а другая обходится без них у этих различных лиц на самом деле есть заметное различие во внутриглазном давлении и других физиологических показателях эти физические проявления также могут изменяться под влиянием гипноза у нормальных людей аллергии могут быть созданы или убраны путем простого внушения люди которого состояние гипноза внушают аллергию на розы начинают чихать при выходе из гипнотического состояния когда видят вазу с розами на столе доктора даже если роза искусственны сэр джон эклс нобелевский лауреат указывал что после целой жизни исследования и стало очевидно что не мозг является первоисточником ума как наука и медицина всегда полагали но наоборот ум управляет мозгом который действует как приемник наподобие радиомыслей которые подобны радиоволнам и соответствует мозгу являющемуся подобным приемником мозг похож на принимающую станцию пульт управления который получает мысленные формы и затем переводит их нейронная деятельность и помещает в хранилище память например до недавнего времени считалось что произвольное движение мышц возникает в двигательной области коры головного мозга но теперь как сообщает эклс намерение начать двигаться зарегистрировано в дополнительной моторной области рядом с двигательной областью коры головного мозга таким образом мозг активируется намерением ума и никак не наоборот мы видим это во многих исследованиях с использованием томографии головного мозга проведенных на людях в состоянии медитации например исследование доктора ричарда дэвидсона в течение прошлого десятилетия в висконсинском университете продемонстрировала что медитативная практика направленная на развитие сострадания любви и доброты стимулировала повышенную активность в левой префронтальной коре вместо положительных эмоций таких как счастья и производство высокоамплитудных синхронных гамма волн признак расширенного сознания внимания и понимания то что содержится в нашем разуме имеет власть изменять мозговой активность и нейроанатомия мы лишь подчиняемся разного рода воздействием бессознательных и сознательных убеждений которых придерживается наш разум относительно всей нашей телесной системы это включает наше убеждение о предполагаемых эффектах от употребления различных продуктов аллергенах менопаузы иных и менструальных циклах инфекциях и всех других болезней которые связаны с определенными системами взглядов на виду с внутренней предрасположенностью к стрессам из-за наличия подавленных отрицательных чувств норман козинс в течение трех десятилетий продемонстрировал этот принцип когда он вылечил себя от серьезной физической болезни посредством смеха он написал анатомию болезни книгу о его опыте восстановления от болезни парализующие суставы при помощи больших доз витамина c и хохота вызванного просмотрами фильмов братьев маркс он обнаружила что смех производит анестезирующий эффект который мог облегчить его боль на срок до двух часов смех это метод отпускания через смех козинс просто продолжал отпускать бессознательное эмоциональное давление и отменять отрицательные мысли это привело к очень позитивным и полезным изменениям его теле и облегчило его последующее выздоровление убеждения усиливающие склонность к болезни чтобы установить нашу собственную предрасположенность к болезням мы можем задать себе следующие вопросы я волнуюсь о своем здоровье держа в памяти пугающие мысли о том что могло бы произойти со мной я испытываю скрытое чувство страха волнение опасности когда я слышу о новой болезни о распространении которой сообщает сми я провожу время в постоянных проверках читая болезнях испугавшись телевизионных историй о них интересуюсь ли я историями о болезнях известных людей я полагаю что окружающие среда и продукты полны скрытых опасностей или что продукты содержат добавки которые ядовитые могут вызвать болезни я полагаю что определенные болезни характерная для нашей семьи и останавливаясь или хочу остановиться на не решаясь чтобы посмотреть на пострадавших в автомобильной аварии мне нравится телепрограмма на больничную тематику мне нравится телепрограмма которая демонстрирует избиение крики кулачные бои убийства пытки и преступления и другие формы насилия страдаю ли я от сознания своей вины вам немного гнева злости и я осуждаю поведение других людей склонен ли я к осуждению я испытываю держу в себе негодование недовольство я чувствую себя загнан в угол и в безнадежности я говорю относительно себя чем бы вокруг не болели скорее всего я заражусь этим я беспокоен приобретениями и символами положения в обществе вместо качества отношений я покупаю широкую страховку и все еще волнуюсь что этого недостаточно таким образом способ изменить наши тела состоит в том чтобы изменить наши мысли и чувства мы должны отпустить отрицательные мысли и системы взглядов и сбросить напряжение стресс от отрицательных эмоций которые дают им энергии мы должны отменить отрицательное программирование которые приходят из мира а также из наших собственных систем взглядов мы видим вредные эффекты пугающего отрицательного программирования у людей которые подчиняются страху перед продуктами химикатами и веществами в окружающей среде каждый день объявляют о новом химикате или веществе оказывает вредное воздействие чем более мы напуганы тем быстрее мы становимся запрограммированными и затем тело отвечает соответственно страх перед веществами продуктами воздухом энергиями и стимулами всех видов подошел к точке в которой начинается почти экологическое паранойя у некоторых людей начинается столь сильная фобия по отношению к среде и всему в ней что их мир становится все меньше и меньше их чувство страха возрастает каждый день некоторые люди даже не выдерживают бегут от мира и живут в искусственных пузырях отгородившись от всего мира становясь жертвами своих собственных мыслей это может произойти с рациональному человеком даже с врачом все начинается с пыльцы амброзии перхоти собачьей кошачьей шерсти пыли перьев шерсти шоколада сыра и орехов всего что как полагает вызывает аллергии позже в этот список добавляется сахар гипергликемии плюс пищевые добавки рак яйца и молочные продукты листерин и мясо подагры затем во вредном списке оказывается продовольственные краски сахарин кофеин красители алюминий синтетические ткани шум люминсцентные лампы спре от насекомых дезодоранты еда приготовленная при высокой температуре минералы в воде хлор в воде никотин сигаретный дым нефтехимические вещества автомобиль на выхлопные газы положительные ионы низкоуровневые электрические колебания кислые продукты пестициды и продукты с семенами мы сжимаемся до столь малого размера что не остается ничего безопасного что можно было бы поесть ничего нельзя носить нет воздуха чтобы дышать тело демонстрирует все аллергии реакции болезни доказывает поход на ужин стал удовольствием из прошлого так как в меню нет ничего что можно съесть кроме салата тщательно вымотку разумеется и нужно обязательно надевать белые перчатки трогая посуду ресторана и он с приобретением знаний об одной фундаментальной истине стало понятно целостная картина то что содержится в разуме имеет тенденцию проявляться включая бессознательное убеждение виновником был не мир но ум все отрицательное программирование и условия для появления страха были в уме и тело повиновалось ему этот закон сознания полностью изменяет тенденцию возрастания паранойи как только каждое внутреннее убеждение рассмотрено и отпущено все отрицательные реакции системы организма болезни и симптомы исчезают другими словами это не листья плюща вызывали аллергическую реакцию на убеждение ума что плющ является аллергеном как только ум отпускает эту отрицательную программу реакции тела возвращаются к норме на кинезиологическом тестировании происходит полное изменение реакции что раньше продуцировал ослабление мускульного ответа больше не имеет эффекта общий уровень предрасположенности к стрессу очевидно стал намного ниже до такой степени что тело не реагировала вообще на то что считалось бы при других условиях отрицательными стимулами например риминесцентная лампа и искусственный подсластитель сравнение с другими методами как мы видели стресс возникает изнутри как реакция на стимул стрессор на самом деле давление подавленной и вытесненной эмоциональной энергии которая является отражением нашего общего низкого уровня сознания таким образом это содержание нашего сознания которое должно быть изменено чтобы убрать и предотвратить стресс обычно предписываемое лечение от стресса похоже на все остальное лечение в области медицины они пытаются устранить ущерб нанесенной болезнью которую мы уже имеем вместо того чтобы вылечить эндогенный фактор болезнь конференции по стрессу например обычно включая следующие темы ароматерапия семинар по физическим упражнениям иглоукалывание для стрессовых расстройств биологическая обратная связь хиропрактика регуляции стресса питание фитнес и программы упражнений гомеопатия аутотренинг холистическая медицина массаж и работа с телом камеры сенсорной депривации уход за зубами техники расслабления при помощи движения тела как мы видим из вышеупомянутого общий подход имеет дело только с последствиями и уже возникшим ущербом от синдрома стрессового напряжения ни один из них не имеет дело с основными причинами они все включают относительно сложные отнимающие много времени процедуры которые не производят немедленного эффекта как пример скажем а что мы произносим речь или лекция мы в процессе невозможно остановиться посреди речи и сделать дыхательное упражнение войти в гипнотический транс лоткнуть в себя акупунктурные иглы и подключить себя к аппарату биологической обратной связи и насколько удобным будет использование камеры сенсорной депривации посреди семейного спора поскольку эти подходы протяженные во времени отнимают много времени и часто дороги люди пробуют их в течение короткого времени с энтузиазмом но потом их энтузиазм снижается потому что в основном ничего действительно не меняется сохраняется даже самая основа восприятия мир остается то же самое эмоциональное давление личность остается такой же как всегда жизненное обстоятельства не изменились уровень сознания не изменил психологии человека то же самое ожидание остаются прежними и жизнь поэтому продолжается как прежде без изменения сознания нет никакого реального сокращения стрессового напряжения только посредствия могут быть улучшены все эти методы лечения постфактум действительно помогают и часто улучшают текущее состояние приносит некоторые облегчение но они оставляют основу проблемы нетронутой можно следовать всем этим методам и все же остаться тем же самым склоном к стрессу человека по нашему опыту сознательное использование механизма отпускания более эффективно при обращении хроническим обусловленным стрессом болезням болезни начинают проходить спонтанно потому что основная эмоциональная причина была удалена и дальнейшее лечение часто становится не нужно в необычном случае когда болезни излечивается с отказом от отрицательных мыслей и чувств могут работать неизвестные факторы такие как кармические склонности в таких случаях мы отпускаем желание изменять или управлять нашим жизненным опытом и мы ждем дальнейшего внутреннего инсайта который откроет нам знание об источнике и значении болезни глубинное отпускание достигается тогда когда человек отпустил необходимость или желание чтобы произошло физическое исцеление состояние покоя в данной ситуации достигается когда мы обратились ко всем трем аспектам болезни физическому умственному и духовному и конечные результаты или желание выздороветь было отпущено мир и спокойствие приходит с тотальным внутренним принятием и отпусканием того что есть глава 16 положительные следствия практики отпускания эмоциональный рост самый очевидный и видимый эффект практики отпускания отрицательных чувств возобновление эмоционального и психологического роста и решение проблем которые часто длились долгое время возникает удовольствие и удовлетворение поскольку мы начинаем испытывать сильные эффекты от устранения блоков на пути к успеху и удовлетворению жизни мы скоро обнаруживаем что все ограничивающие мысли и негативное убеждение которых мы на юно придерживались были просто результатом накопленных отрицательных чувств когда чувство отпущено тогда образ мышления изменяется от я не могу к я могу и я рад сделать это в жизни могут открыться целые новые области что раньше было трудновыполнимым или невыразимым может стать легким и радостно живым иллюстрации подобных изменений может быть опыт одного умного успешного профессионального мужчина средних лет который всю свою жизнь был неспособен танцевать он очень сильно хотел танцевать и несколько раз посещал занятия по танцам но каждый раз оказывалось что он был не уклюж неловок и застенчив чистой силой воли он мог время от времени сделать движение на танцполе но никогда не наслаждался ими и всегда чувствовал себя неловким его движение казались неуклюжими и неестественными и весь опыт обучение танцам не принес никакого удовлетворения не добавляя хорошего и к самооценке после приблизительно года работы с техникой отпускания он был на вечеринке с одной особой которая настаивала чтобы он стал и потанцевал вы знаете что я не могу танцевать сказал он ах пойдем и попробуем говорила на она настояла на своем и сказала забудьте о ногах просто наблюдайте за мной и делайте то что делает мое тело неохотно он согласился и он продолжал отпускать чувство сопротивления и беспокойства на танцполе он отпустил полностью немедленно его внутренние чувства поднялись по шкале от апатии до любви и к его изумлению он внезапно начал танцевать так как он всегда мечтал осознание я могу сделать это накрыло его и он продвинулся от любви к радости и даже к экстазу его восторг передался всем вокруг друзья остановились чтобы посмотреть как он танцует от состояния высокой радости он внезапно вышел в опыт исключительного единения со своей партнершей по танцу он внезапно увидела что он сам смотрит на себя из ее глаз и понял что есть на самом деле только один я позади всех человеческих я он и она стали связаны телепатически он знал каждый ее шаг за долю секунды прежде чем она его делала они были в идеальной гармонии танцевали как будто они тренировались и танцевали вместе в течение многих лет он мог едва вместить свою радость танец стал легким и начал происходить сам собой без всякой сознательной мысли с его стороны чем дольше они танцевали тем больше энергии он чувствовал это был пиковый опыт который должен был изменить жизнь этого человека он пошел домой той ночью и потанцевал еще свободные танцы на дискотеках всегда пугали его больше чем другие танцы потому что не было никаких форм движения которые можно запомнить это требовало спонтанности и свободного чувства который он определенно был не способен испытать ранее дома он включил музыку и танцевал в течение многих часов он наблюдал за собой в зеркало очарованное результатом отпускания тела и внутренним чувством свободы внезапно он вспомнил свою предыдущую жизнь ярких деталях он был великим танцором в той жизни и теперь он начал вспоминать особые указания которые давали ему его учителя в течение этой жизни когда он последовал их инструкциям результаты были удивительны он обнаружил вертикальное гравитационный центр баланса внутри себя и он начал вращаться вокруг себя в прекрасном балансе движение происходило без каких-либо усилий и он стал просто свидетелем своего танца больше не было никакого чувства себя была только радость и танец самого себя теперь он немедленно понял самую основу суфийского танца кружащихся движей их способность кружиться и вращаться без головокружения и усталости это определенное состояние сознания возникало из-за отпускания личного я прожив который этот человек испытал на танцполе уже перенес себя на многие другие ранее заблокированные области его жизни где было ограничение теперь было быстрое расширение эти изменения были вполне очевидны для его друзей и семьи положительный отзыв который увеличил его чувство собственного достоинства его желание продолжать отпускать отрицательные чувства и мысли которые заблокировали опыт радости в его жизнь этот опыт был изложен в некоторых деталях по ряду причин это иллюстрирует шкалу сознания которого представили в предыдущей главе в течение 50 лет этот человек был в самом низком конце шкалы в этой области его жизни сопровождающим убеждением я не могу запрещение уменьшило его самооценку и привело к избеганию в течение многих лет ему удавалось избегать социальных событий и связанных с танцами он был сердит на себя за свой запрет и он зрился каждый раз когда кто-то пытался заставить его танцевать за какие-то секунды и минуты он испытал каждую эмоцию всей шкалы сознания и прошел снизу на самый верх в той точке он достиг более высокого сознания с внезапным духовным озарением очень высокого порядка с более высоким сознанием пришло понимание и высвобождение экстрасенсорной способности телепатическая коммуникация синхронность и прошлый жизненный опыт в результате в его жизни произошли изменения в поведении и этот импульс удалил бесконечную серию блоков и ограничений также возник положительный социальный ответ и положительный отзыв укрепил мотивацию роста который уже происходил темп эмоционального роста о котором сообщают те кто использует механизм отпускания чувств связан с последовательностью с которой они отпускают свои отрицательные чувства и здесь нет никакой связи с возрастом люди расположились в возрасте от подростков до 80 лет с равными результатами подавляемые вытесняемые чувства требует в контур энергии чтобы сохранять их погруженными бессознательно удерживание наших чувств требует энергии и как только эти чувства отпущены энергия которые удерживала негатив теперь освобождена для конструктивного использования последовательный подход к практике отпускания дает увеличение количества доступной энергии для творчества роста работы и межречественных отношений качество и удовольствие от этих действий также возрастают большинство людей слишком истощено чтобы принести действительно высокое качество события и переживание своей жизни если отрицательные программы выступающие против них не были проработаны решение задач эффективность механизма отпускания в решении проблемы задач поразительно понимание происходящего здесь процесса очень важно потому что он очень отличается от обычных методов принятых мне подход который приносит быстрые и легкие результаты являются следующим не ищите ответы вместо этого отпускайте чувства стоящие позади вопроса когда мы отпустили чувства находящиеся позади вопроса мы можем отпустить и любые другие чувства которые могли бы также иметь о том что кажется нам проблемой когда мы окончательно и полностью отпустим все составляющие ответ будет уже ждать нас мы не будем вынуждены искать его оцените насколько простой и легкий это способ по сравнению с обычными долгими затягивающимися неэффективными попытками ума решить проблему обычно ум бесконечно перебирает варианты возиться вокруг первого возможного ответа и сравнивает его с другими возможными причина по которой он никак не может решить состоит в том что он ищет в неправильном месте посмотрим как работает система на общем повседневном примере скажем мы не согласны с нашей парой по вопросу какой фильм посмотреть вместе мы смотрим на чувства которые находятся позади этой проблемы в этом случае скажем что мы находим чувство гнева и обиды особенно мы чувствуем себя обиженными из-за недостатка времени проведенного вместе в романтической обстановке что мы действительно хотим сегодня вечером это провести вместе несколько нежных минут если мы позволяем этому чувству быть просто осознавая что мы хотим нежной близости внезапно нас озарит что мы вообще не хотим идти на фильм мы просто хотим быть вместе или могло бы произойти противоположное мы могли бы понять что чувство стоящие позади желание идти на фильм является страхом от того что мы хотим избежать вечера который будет занят близким общением с нашим партнером мы видим что чувство которое мы создали неприятно мы чувствуем недовольство и мы отпускаем желание изменить это чувство мы просто позволяем ему присутствовать в нас это нормально что мы чувствуем недовольство как только мы отпускаем наше сопротивление чувство негодования или обиды наше чувство вины также уменьшается мы признаемся нашему партнеру что мы недовольны начинается диалог и чувство другого человека также проясняется мы чувствуем себя свободнее ближе и тогда говорим черт с ними с этими фильмами давай останемся дома займемся любовью и выйдем на прогулку в луном свете этот подход полезен ко всем процессом принятия решений когда мы сначала прорабатываем глубинное чувство решение становится более юристичное и мудрый подумайте как часто мы меняли мнение и сожалею о принятых в прошлом решениях это вызвано тем что нераспознанное непроработанное чувство присутствовало тогда позади решения когда вы сделали то что решили нераспознанное чувство всплыли затем с точки зрения нового чувственного пространства решение оказалось неправильно это происходит с такой регулярностью что у большинства людей развивается страх перед принятием решений потому что они так часто оказывались не правы в прошлом решение задач с помощью механизма отпускания чувств может быть часто молниеносно быстром при работе с давними проблемами чтобы обнаружить как быстро этот метод может работать давайте испытаем его возьмите несколько давних проблем и прекратите искать ответы обратите внимание на то основное чувство из-за которого возник данный вопрос как только то чувство будет отпущена ответ найдется автоматически образ жизни много наших действий и привязанности основана на страхе и гневе вине и гордости как только эти отрицательные чувства отпущены в любой заданной области мы двигаемся по шкале к храбрости на том уровне в жизни начинает происходить извинения или если мы принимаем решение продолжить ту же самую деятельность мотивация отличается и следовательно мы получим результаты отличные от прошлых по крайней мере эмоционально выхлоп будет отличаться вместо мрачного удовлетворения мы можем испытать радость мы можем делать в ту же самую работу что и прежде но теперь мы делаем это из удовольствия а не из обязательства мы делаем это потому что мы хотим они потому что должны энергетические затраты на деятельность конечно будут уже намного меньше одно восхитительное открытие которое мы сделали это что наша способность к любви далеко превосходит все наши мечты о ней чем больше мы отпускаем тем более любящими мы становимся все больше времени нашей жизни будет тратиться на вещи которые мы любим делать с людьми которые мы чувствуем все возрастающую любовь поскольку это происходит наша жизнь преображается мы выглядим по-другому люди по-другому реагирует на нас мы расслаблены счастливы и спокойны людей влечет к нам потому что они чувствуют себя комфортно и счастливы в нашем присутствии официантки и таксисты внезапно загадочно становятся внимательными и учтивыми мы задаемся вопросом что произошло с этим миром ответ на этот вопрос это вы поскольку мы отпускаем негатив мы входим в нашу собственную силу это происходит само собой счастье было у нас все время и теперь она сияет все ярче после того как преграда к нему были отпущены теперь мы влияем на всех с кем входим в контакт благоприятным образом любовь является самой сильной из эмоциональных энергетических колебаний из любви люди пойдут на все и сделают вещи которые они никогда не сделали бы ни за какую сумму денег когда отрицательные блоки я не могу удалены целые новые области жизни открывается для нас успех возникает из выполнения деятельности которую мы любим но большинство людей привязано к тому что они по их представлениям должны делать как только ограничение сняты целые новые пути творчества и выражения себя становятся доступными давайте возьмем пример молодой женщины с большим природным музыкальным талантом который проводила большую часть своего времени на скучной работе который как она чувствовала она должна была держаться по финансовым причинам то что ей действительно нравилось делать было игрой на музыкальных инструментах дома наедине с собой это было что то что она делала строго для личного удовольствия из-за отсутствия уверенности в себе она редко играла для других людей даже близких друзей после того как она начала отпускать свои внутренние ограничения все низкоэнергетические чувства которые блокировали ее самовыражение и способности и уверенность выросли так быстро что она начала играть на публичных мероприятиях ее талант был хорошо принят и далее последовало музыкальная карьера она сделала профессиональную запись которая была достаточно успешна для того чтобы она смогла перейти к неполному рабочему дню и она начала вкладывать больше времени энергии в то что было теперь расцветающей карьеры который приносило ей радость и удовлетворение хотя она ничего не знала о бизнесе она теперь начала свое собственное музыкальное дело и в течение года наладила продажу своих записей по стране и затем по европе к ее восхищению она нашла что было очень успешно делая то что ей нравилось делать больше всего ее растущие энергии счастья были очевидно для всех и успех распространился в другие области ее жизни другой пример это инженер средних лет не имевший творческих способностей который всегда ненавидел поэзию после обучения отпусканию отрицательных чувств внезапно он написал хайку он начал легко писать стопы в этом стиле и позже развил способность к автоматическому письмо еще один пример 60-летняя женщина которая решила возвратиться к обучению в колледже при том что у нее уже была работа на полный рабочий день в конечном счете она достигла степени бакалавра затем магистра и наконец кандидата наук став важным руководителем с большой ответственностью есть буквально тысячи примеров быстрых изменений которые происходят жизни людей когда все я не могу отпущены жизненные ситуации часто делящиеся в течение долгого времени могут быть внезапно решены как это не парадоксально такие прорывы изменения могут расстраивать друзей и членов семьи из-за изменения баланса вещи которые мы проработали ограничение страх вино или чувство долга могут быть внезапно выброшено за борт открывается новые уровни восприятия изменения сознания и новые горизонты многие мотивы которые ведут людей внезапно стали бессмысленными значимость таких вещей как деньги известность уважение положение престиж власть стремление конкурентоспособность и потребность безопасности уменьшается они заменены мотивациями любви сотрудничества самореализации свободы творческого выражения расширение сознания понимания и духовного познания возникает тенденция больше полагаться на интуицию и чувства чем на мышление интеллект и логику а люди которые являются очень я на могут открыть свою сторону и не и наоборот шаблонное поведение уступает кипкости безопасность становится менее важной чем открытие исследования личная жизнь набирает динамику это движение заменяет одноколейные поведенческие модели одно удивительное наблюдение механизме отпускания состоит в том что существенные изменения могут произойти очень быстро сложившиеся почти за всю жизнь модели поведения могут внезапно исчезнуть и давние запреты могут быть отпущены в течение минут часов или дни быстрые изменения сопровождаются возрастанием жизнеспособности жизненная энергия освобожденной отпусканием негатива теперь течет в положительные отношения мысли и чувства с прогрессивным увеличением личной силы мысли теперь более эффективны большее достигается с меньшим усилием намерение стало сильным благодаря ударению сомнений страхов и запрещений с ударением негатива динамические силы освобождены и несбыточные мечты теперь стали реализованными целями разрешение психологических проблем сравнение с психотерапией в целом отпускание часто дает результат быстрее чем психотерапия она часто больше освобождает и стимулирует к росту сознания и восприятия психотерапия однако лучше разработана для того чтобы объяснить основные модели паттерна поведения эти два подхода могут хорошо работать вместе механизм отпускания облегчает и ускоряет психотерапии и она достигает своих целей психотерапия может быть более приятно интеллектуально из-за ее словесного характера ее внимание на почему стоящие за паттернами поведение однако это также ее ограничение слишком часто интеллектуальное понимание все чего она действительно достигает и эмоциональная работа из-за этого медленно и часто болезненно и в конечном счете она просто избегается механизм отпускания с другой стороны касается эмоционального что в каждый момент времени не вовлекая интеллект почему становится очевидным само собой как только что было отпущено одно дело проанализировать причины основания депрессии и совсем другое полностью погрузиться в глубину безнадежности с тем чтобы отпустить ваше сопротивление чувств позволяя себе полное чувство и отпуская каждое ощущение каждую мысль и каждую выгоду от него вы становитесь свободны нет необходимости исследовать почему этой депрессии чтобы стать свободным от ее что цели отпускания чувств далеко за пределами цели психотерапии окончательная цель погружения в чувства их отпускания полная свобода цель терапия реорганизация эго и приведение его к более здоровому балансу эти две системы основаны на различных парадигмах действительности цель психотерапии состоит в том чтобы заменить неудовлетворительные умственные программы более удовлетворительными напротив целью практики отпускания является устранение ограничений от умственных и эмоциональных программ это обретение не обусловленного ума и в конечном счете выход за пределы самого ума к более высоким состоянием сознания любви и покоя в терапии зависимость от терапевтов их подготовки и методов есть также опора на психологическую теорию который придерживается и терапевт и пациент научные исследования показывают что результаты терапии не связано со школой психотерапии терапевта уровнем подготовки или техниками вместо этого результаты связаны со взаимодействием между ними и степенью желания пациента стать лучше а также верой пациента и уверенностью в терапевте таким образом работают экстрасенсорные факторы которые не учитывает психотерапия при использовании механизма отпускания отсутствует роль пациента и нет никакой зависимости от другого человека или теории самые неистощимые источники невротических моделей поведения автоматически иссякают поскольку они осознаны отпущены и исчезают их основы часто находятся на глубинах нетронутых психотерапии за исключением нескольких комплексных моделей работы например юнгианский анализ трансперсональной психологии терапия может быть основана на ограниченном понимании целостной структуры ума она обычно обращается только к части эго и игнорирует и не может охватить великие силы которые обуславливают управляют и контролируют ум так как цель большей части психотерапии хорошо приспособленное и к отсутствует концепция того что у нее к целью техники отпускания напротив является устранение к и до боится и ограничено и когда она отпущена внутренние я выступает вперед и то что было всегда более сильным показывает себя много направлений психотерапии не имеют никакого реального знания я и поэтому они слепы к самой реальности что касается эффективности психотерапия похоже на лошадь с коляской в то время как механизм погружение в чувства и отпускание похож на космический корабль в то время как терапия медленно идет на ощупь пограниченной области отпускание уже продвинется далеко вовне совершенно новое измерение отпускание имеет специфическое преимущество в том что проработка одного отрицательного чувства также ослабляет энергию многих других отрицательных чувств таким образом оказывая постоянные всесторонние действия например у одного успешного и хорошо образованного мужчины всю жизнь была ужасная боясь высоты интенсивная фобия в то время когда он изучил как использовать механизм отпускания у него было много серьезных проблем после изучения техники отпускания он занялся отпусканием своих чувств и страхов относительно главных жизненных проблем и никогда не находил время для специальной работы над своей боязнью высоты когда он позже оказался в ситуации где ему пришлось стоять на крыше он был поражен тем что его страх значительно уменьшился он был в восторге и пошел на край крыши где он сидел болтая ногами теперь он мог подниматься по лестнице и час гулять по крыше не испытывая дискомфорта это иллюстрирует что как только один страх отпущен весь объем чувства страха уменьшен психотерапия стремится к исправлению невротических образцов поведения отпускание же разработано чтобы ликвидировать первопричины всего невротического формирования она удаляет базовую структуру дезадаптивных чувств и поведения психотерапия ищет улучшение невротического баланса отпускание однако устраняет все это вместе ограничение большинства психотерапевтических подходов это то что терапевт скован представлениями о том что мир называет здоровым функционирующим эго со всеми своими ограничениями в этой парадигме здоровым пациентом считается тот кто разделяет те же самые иллюзии ограничения которым потворствует обществу и терапевт в отличие от этого цель механизма отпускания состоит в том чтобы преодолеть иллюзии мира и достигнуть окончательной правды стоящей за ними что представляет собой самореализацию и открыть самую основу ума источник всех мыслей и чувств целью механизма отпускания является устранение самого источника всех страданий и боли это кажется радикальным и поразительным и на самом деле так оно и есть в конечном счете все отрицательные чувства происходят из одного и того же источника когда достаточное количество отрицательных чувств было отпущено этот источник показывает себя когда этот источник сам отпущена и разотождествлен с личностью и го распадается источник страданий таким образом теряет самую основу своей власти у каждого из нас есть предел сумма отрицательных чувств которые мы запасли когда давление находящиеся позади эмоции было отпущено это эмоции больше не проявляется например если страх постоянно отпускается в течение некоего периода в конечном счете он иссякает тогда становится трудному или почти невозможным чувствовать страх дальнейшем требуется все больше стимулов чтобы выявить его наконец человек который отпустил большое количество страха на самом деле должен старательно искать его энергии страха просто больше нет гнев также уменьшается в прогрессии так что даже сильная провокация не выявляет его человек с небольшим количеством страха или гнева по большей части испытывает чувство любви и переживает любящие принятие событий людей и превратности жизни цель отпускания это трансцендентальность выход за рамки психотерапия принимает как здоровые такие уровни поведения которые с точки зрения полной свобода неприемлемы например психотерапии минимальный страх гнев и гордость можно было бы считать необходимыми или допустимыми уровнями функционирования и возможно даже здоровыми но как мы видели заложенные внутри этих низких состояний разрушительные тенденции абсолютно неприемлемы и силы заложенные в отпускании преодолеет их полностью выше допустимого уровня функционирования нас ждет более великая судьба тотальная свобода как глава 17 трансформация хотя отпускание кажется простым и легким его конечные эффекты проявляются глубоко и мощно быстрое небольшое отпускание сделанное почти бесцеремонным способом может иногда вызывать существенное изменение в нашей жизни мы можем провести аналогию со штурвалом корабля если мы внесем одноградусное изменение в компасе судна мы заметим очень мало различия но когда судно плывет по морю час за часом день за днем одноградусное изменение в компасе закончится тем что мы приплывем совсем к другому месту за много меря первоначального курса в этой голове мы рассмотрим эффекты которые механизм отпускания создает в тех областях жизни которыми обеспокоено большинство людей здоровье благосостояние и счастье мы обсудим эти области поскольку они обычно переживаются большинством людей и в них очевиден контраст при изменениях которые произойдут по мере прогресса в практике отпускания эти изменения довольно очевидно и когда мы наблюдаем за жизнями других людей которые используют эту технику они станут очевидными также вашей собственной жизни иногда вы не будете знать о них поэтому есть предположение чтобы вы держали под рукой список целей и отмечали достижение изменения когда они происходят так чтобы вы осознавали понимали свой прогресс этот прием самоосознание должен обойти одну характерную особенность ума когда мы выбираем определенную технику чтобы улучшить нашу жизнь и когда улучшение происходит ума есть специфическая тенденция обесценивать саму технику которая вызвала изменения как будто это настолько тщеславно что она не может отдать должное и признать очевидную пользу эта склонность ума обесценивать внутренний прогресс выглядит иногда довольно комично например человек который застрял на одной должности в течение 23 лет начал использовать метод отпускания в течение нескольких месяцев он внезапно подскочил до должности вице-президента а концом года он уже был президентом компании когда его спросили доволен ли он собой и тем чего он достиг при помощи внутренней техники его он полностью обесценил ее и приписал его достижения изменениям в деловых подходах его отношения в браке также улучшились и он снова приписал улучшение внешним причинам жизненная позиция моей жены наконец изменилась отношения с его сыном также улучшились и он снова обошел внутреннее преобразование и сказал что это было средствием того что его сын становится старше в последующем обсуждении будет отмечено что нетрудно перейти от текущего состояния к более высокому эти переходы могут только казаться нам трудными из-за текущего восприятия важно иметь в виду что как только мы отпускаем наше восприятие изменяется наши цели будут автоматически переходить на новый уровень то что сейчас кажется невозможным будет казаться неактуальным и устаревшим после того как мы попрактикуем технику некоторое время мы также заметим что поскольку он противопоставляет более низкий уровень жизни более высокому время от времени будет возникать специфическое сопротивление формулированию более высокого уровня функционирования он станет очень важным и попытается спасти репутацию высмеивая более высокое состояние это дает нам отличную возможность потому что это то самое отношение которое препятствует тому чтобы человек достиг более высокого состояния жизни сам процесс чтения этого материала бесценен поскольку он точно выявит каковы ваши блоки и почему именно этих целей невозможно достичь в настоящее время как только сопротивление критические замечания и умоления проявляются в уме мы можем начать отпускать их и позволять ему ходить прямо сейчас в процессе чтения них это прекрасная возможность выявить внутренние препятствия к самореализации как сказал бога персонаж американского комикса мы опознали врага и он это мой как профессиональные психотерапевты психиатра со многими десятилетиями клинического опыта и обучения за плечами я могу сказать что эти более высокие уровни функционирования считались ранее невозможными для большинства людей однако изучение того как механизм отпускания работает на практическом уровне и наблюдение как сотни семей друзей пациентов и экс пациентов преобразовывают свои жизни полностью изменили это представление теперь мы замечаем что более высокие уровни функционирования автоматичны и легко достижимы и доступны каждому часто за удивительно короткий период времени на самом деле некоторые из этих уровней успеха и счастья будут казаться недостижимыми но более высокий уровень уже появится к тому времени когда вы закончите читать эту книгу поможете сказать себе прямо в начале что эти высокие уровни функционирования и жизнедеятельности не только возможно но вы имеете врожденное неотъемлемое право на них они естественное состояние которого вы были лишены всем тем программированием которому ваш ум подвергался начиная с рождения перед продолжением чтения желательно сесть спокойно и принять внутреннее решение отпустить сопротивление более высоким уровнем функционирования это означает принять решение прекратить отрицать более высокие уровни себя и принять решение отпустить все блоки препятствующие счастью успеху здоровью принятию любви и спокойствия приняв это решение дело уже будет сделано поскольку вы поместили целостный опыт в контекст который автоматически начнет осуществляться здоровье среднестатистический человек озабочен своим телом его функциональностью работоспособностью внешностью и выживанием средний ум осажден беспокойствами страхами перед недомоганиями страданиями инфекциями и смертью поэтому он приступает к защите тела разнообразно множеством путей это приводит к сверх вниманию к диетам весу физическим упражнениям и здоровью окружающей среды с таким внутренним напряжением к концу дня средний человек часто чувствует себя подобно жертве истощенным пустым и исчерпанным одно последствие этой озабоченности телом чувство постоянной сосредоточенности на теле его осознавание в области осознания заметное место занимает наличие тела и он фиксирован на том что она делает его местонахождение движениях его выживание отношениях и одобрение других людей относительно тела его внешности и поведения в основе всего этого беспокойства лежит неосознанное убеждение я из тела это очень ограниченный уровень сознания на самом деле в духовном мире это называется быть неосознанным поскольку это ложная идентификация из-за указанного убеждения в бессознательном это похоже на ношение шор это похоже на наличие прыща на носу и убежденности что целый мир теперь вращается вокруг этого прыща и проживание дня с этим прыщом занимающим самое заметное место в нашем уме осознайте сколько энергии выкачивает из нас это постоянная озабоченность телом наш ум непрерывно программировался бесчисленным множеством систем взглядов от теле в чем она нуждается что будет хорошо для него его бесконечного числа слабых мест это приводит к постоянным озабоченностью всеми видами медицинских превентивных мер включая причудо здорового питания бесконечное чтение этикеток в поиске потенциально ядовитых компонентов продуктов страха перед тем чтобы находиться около кого-то курящего сигарету страх перед пылью и пыльцой и всеми воображаемыми загрязнителями окружающей среды мы одержимы возмещение у всех этих опасностей различными контрмерами как мы увидели из выше изложенного эти слабые места просто продукт ума и тело будет реагировать на те убеждения что содержится в уме это было продемонстрировано в нашем обсуждении синдрома множественных личностей где тело в каждый момент времени отражало то во что верит та или иная особая индивидуальность и ум поскольку мы начинаем отпускать все эти страхи отменяя систему взглядов и вновь подтверждая что нашим истинным я является не подвергающийся ограничением абсолют мы движемся к более высокому состоянию здоровья благополучия и жизненной энергии полезно выразить этот я себя в утверждении я есть абсолют независящий от а помещаем сюда любую болезнь или вещество которые он был запрограммирован рассматривать как возможная опасность для нас после отпускания бесконечного множества физических страхов убеждений и систем взглядов физические болезни начинают проходить автоматически увеличиваются жизнеспособность и чувство личной свободы состояние полного отпускания тело едва воспринимается вообще она находится на периферии осознанности и нет никакой забоченности им она функционирует легко гладко и требует очень мало внимания отпустивший негативные чувства человек может съесть что угодно и пойти куда угодно и больше не подвергается страхом перед примесями загрязнителями сквозняками микробами электромагнитными частотами ковром дымом пылью перхоть у животных ядовитым плющом пыльцой или продовольственными красками наше восприятие тело изменяется и она теперь кажется похожим на марионетку или домашнее животное это изменение восприятия от я тело к у меня есть тело становится более очевидно что тело не переживает себе вообще наоборот это разум переживает опыт тела без ума тело не может быть воспринято вообще рука не может испытать отсутствие руки только ум может испытать ее отсутствие это конечно является самой основой анестезии когда он спит у тела нет восприятия до нас медленно доходит что на самом деле у тела нет восприятия только ума способен на эту функцию это очень важное изменение сознания потому что теперь внимание сконцентрировано уже не на теле его защите акцент внимания теперь переносится на ум в котором заключена большая сила как только мы изменяем наши мысли чувства и восприятия мы начинаем замечать что тело изменяется аналогично мы признаем что люди в действительности вообще реагирует не на наше тело но на наше внутреннее отношение наше энергетическое состояние и наш уровень осознанности однажды нас осеняет что все и все в мире реагирует на наш уровень сознания наше намерение и на внутренние чувства которые мы имеем относительно них мы замечаем магнетизм исходящий от сытых людей таких как мать тереза далай-лама и махатма ганди мы видим что нелюбимая не из-за своей физической внешности но из-за внутреннего сияния любви и покоя которые они излучают перенос фокуса внимания с физического уровня на уровень сознания начинает давать быстрые результаты постоянное отпускание отрицательных чувств и отношений означает что связанные с ними вина также постоянно оставляется сознание которое не отягощается чувством своей вины имеет тенденцию больше не привлекать болезнь в бессознательного состояния вина требует наказание болезни сопутствующие боли и страданиям как самые частые средства которые вам используют для самовозмездия это самовозмездие может принять форму несчастного случая простуды приступы гриппа артрита и любой из множества болезней которые изобрел ум эти болезни принимают эпидемические формы из-за рекламы сми и телевидения когда выдающаяся личность делится с общественностью информация своей тяжелой болезни происходит внезапный скачок заболеваемости этой болезни бессознательная хватается за болезнь и использует ее чтобы свести свои счеты с постоянным отказом от внутренней вины остается все меньше и меньше этих счетов поэтому человек который свободен от негатива и вины склонен быть свободным от болезни и страдания исцеление может быть драматическим например имел место случай с одной издательницей журнала которая была в безнадежном состоянии из-за прогрессирующего рассеянного склероза профессионалы от медицины сделали что могли и бросили лечение как гибло и безнадежное дело в тот момент она натолкнулась на метод отпускания вины изучая учебное пособие курса чудес в работе с этим домашним курсом обучения который состоит из рассмотрения ровно одного короткого урока в день в течение 365 дней она начала отпускать все свое вино и негодование через механизм прощения постоянно прощая отпуская отрицательные чувства и таким образом растворив свою внутреннюю вину она пришла к тому что рассеянный склероз прекратил прогрессировать и процесс повернулся вспять на момент написания книги она уже была здорово несколько лет имела лучистые светящиеся здоровье и была очень довольна своей жизни здоровье и благополучие поэтому являются обычно автоматическим посредствием отпускания вины и других негативных чувств точно так же как отпускание нашего сопротивления к положительным состоянием здоровья и благополучия через механизм отпускания целый гамма болезней может быть трансформирована в хорошие здоровье как было указано ранее могут быть необычные случаи в которых болезни и слабость продолжается с той же силой из-за неизвестных факторов таких как кармические склонности непрерывное отпускание приносит исцеление на внутреннем уровне поэтому даже в то время как тело кажется страдает от каких-либо ограничений и другие могут видеть ситуацию как трагично человек находится в состоянии покоя и излучает внутреннее благополучие которое вдохновляет окружающих через отпускание на большой глубине такие люди отпустили жалость к себе вино и сопротивление жизненного обстоятельства они переросли представление о том что их болезнь барьер для личного счастья и стали рассматривать ее как средство несения благословения другим в последние годы общеизвестным примером этого феномена был ныне покойный папа римский иван павел второй который подошел к своей непроходящей болезни паркинсона как духовные возможности стать единым целом со страдающими и даже взять на себя страдания других финансовое положение это важная тема не только потому что она оказывает такое прямое влияние на нашу жизнь но также и потому что она быстро и легко делает ясными наши чувства мысли и установки по отношению к деньгам для ума который содержит в себе система ограничивающих убеждений и отрицательные мысли и чувства деньги это проблема это источник бесконечного беспокойства и озабоченности безнадежности и отчаяния или тщеславия гордости высокомерия нетерпимости к другим ревности и зависть худшим конечным результатом всего этого негатива является возникновение чувства финансовой ограниченности недостатка и решение в этой области чувства я не могу из-за страха и ограничений часто оформляется просто как избегание денежного вопроса в целом и подчинение низкому социальному экономическому статусу как неизбежно подсознательное приносит нам то чего по его мнению мы заслуживаем если наша точка зрения относительно самих себя будет ничтожной ограниченной скупой из-за накопленной вины тогда подсознательное принесет такие же экономические условия нашу жизнь наши установки о деньгах могут быть обнаружены когда мы смотрим на многие вещи которые их подразумевают например мы видим и степени в которой деньги означают безопасность власть очарование сексуальную привлекательность успешную конкуренцию самооценку и нашу ценность для других это мир очень полезно сесть карандашом и бумагой и по заголовкам деньги начать обрисовывать их реальное значение во всех различных направлениях жизни затем запишите чувства которые связаны с каждой областью и начните отпускать каждое отрицательное чувство и отношений когда мы делаем это мы совершаем удивительное открытие что деньги сами по себе не являются наиболее важным вопросом более важным чем сами деньги является эмоциональное удовлетворение которое мы надеемся получить с использованием денег скажем что за желанием денег мы обнаруживаем что одна из наших целей состоит в том чтобы у нас уважали и ценили в этом открытии мы только что узнали что не сами деньги являются нашим настоящим интересом скорее этот интерес наши чувства собственного достоинства и чувство внутренней ценности мы видим что деньги были просто инструментом чтобы достигнуть чего-то еще и что на самом деле мы хотим вообще не денег но чувство собственного достоинства и уважения которые мы думали с помощью денег заполучить нас также осенит что цели которых мы думали достичь с помощью денег могут быть достигнуты непосредственно напрямую чем выше наша внутренняя самооценка тем меньше нам нужно одобрение других когда мы открываем для себя эти знания деньги получают иное значение в каждой области жизни деньги теперь служат средством для достижения более высоких целей они самоцелью без осознания того что деньги значит для нас эмоционально мы находимся у них подчинение нами управляют наши неосознанные убеждения деньгах и все связанные с ними программы это как миллионер который продолжает накапливать все больше и больше миллионов кажется что денег никогда недостаточно почему так это потому что он никогда не останавливался чтобы посмотреть на то что деньги в действительности значит для него если мы как одержимое гонимся за деньгами или другими символами благосостояния это потому что наша внутренняя самооценка столь мало что мы нуждаемся в огромной сумме чтобы компенсировать ее чувство внутренней незащищенности настолько велико что никакая сумма не может преодолеть его можно сказать что чем более незначительными мы чувствуем себя внутри тем большее количество энергии денег и показанной роскоши должно быть накоплено чтобы попытаться компенсировать ощущаемую внутреннюю ничтожность когда мы находимся в состоянии отпускания мы избавлены от этой внутренней ничтожности ощущение небезопасности и низкой самооценки поэтому деньги становятся просто инструментом для достижения наших целей в мире мы чувствуем внутреннюю безопасность зная что всегда будет достаточно изобилия мы будем всегда получать то в чем мы нуждаемся когда она нам понадобится потому что у нас есть внутренние чувства целостности наполненности и удовлетворения тогда деньги становятся источником удовольствия они источником беспокойства на определенном уровне мы можем даже казаться равнодушными к денькам когда они нужны нам чтобы закончить какой-то проект они появляются откуда-то словно по волшебству мы чувствуем беззаботность по этому поводу потому что мы состоим в контакте с источником нашей внутренней силы когда мы возвращаем себе силу которую мы отдали деньгам и видим что это была наша собственная сила мы больше не обеспокоены деньгами и при этом мы не должны накапливать большое их количество как только у нас появилась формула создания золота мы не должны носить сумку с ним на нашем плече со всеми сопутствующими этому заботами и неприятностями проблема с чрезмерным накоплением денег конечно является постоянный страх перед их потерей такая трагикомедия наблюдать за кем-то кто стоит 50 миллионов долларов и получает нервный срыв потому что из-за ошибки в бизнесе он потерял 10 миллионов долларов человек испытывал настоящую панику он был напуган что не будет в состоянии выжить на планете только 40 миллионами долларов человек который страдает от внутренней бедности постоянно испытывает побуждение накапливать на уровне материальном этой внутренней бедности сопутствует эгоистическая установка или ее карелят и видеть тщеславие и ложной гордости для людей которые используют технику отпускания характерно бывает внезапно оказаться в изобилии страдающие актеры получают главные роли в колливуде драматург на краю бедности становится продюсером потрясающего продвейского хита как это не парадоксально некоторые люди стали чувствовать себя столь свободными по отношению к деньгам что они приняли решение избавиться от большого количества денег и жить намного более простой жизнью они больше не интересуются деньгами они получили над ними власть внутренние потребности которые они пытались удовлетворить посредством денег теперь удовлетворена непосредственно так что внутреннее счастье стало независимо от внешнего благосостояния в этом состоянии внутренней свободы каждый человек независим от внешнего мира и больше не в его власть это вызвано тем что он превзошел то что преодолел счастье в разделах здоровье и благосостояние мы уже затронули важные темы касающиеся всеобъемлющего счастья теперь мы сосредоточимся больше на внутренней эмоциональной жизни потому что это там все мы действительно живем цель на здоровье и благосостояние состоит в конце концов просто в том что мы полагаем и в некоторой степени это верно что они приводят к счастью счастье может быть испытана непосредственно напрямую однако и на этом уровне она относительно независимо от здоровья и благосостояния давайте бросим объективный взгляд на среднее представление счастья для начала и счастье чрезвычайно уязвимо случайное замечание критических комментарий поднятые бровь или автомобиль подрезавший наш всего этого достаточно чтобы счастье среднего человека немедленно испарилась угроза потери рабочего места чувство недоверия в отношениях беспокоящие замечания доктора или дерзкого таксиста достаточное для того чтобы разрушить день для многих из нас почему наше счастье так хрупко что повседневное происшествие могут разрушить целый день в разделе по анатомии эмоций мы уже рассмотрели причины этого в результате отрицательных чувств мысли отношений вместе с постоянным осуждением и критикой других людей мы часто чувствуем себя отделенными от других из-за этого чувства внутреннего одиночества и отделенности отношения принимают форму привязанности совсем страхом гневом и ревностью которые сопровождают любую угрозу этим привязанность внутренний негатив приводит к таким распространенным мнением как вы рождаетесь одни и вы умираете одни нет ничего в действительности более далекого от правды как показывает недавно изданные книги об околосмертных переживаниях в течение жизни каждый часто чувствует себя одиноким во время смерти есть абсолютное чувство единства и связанности со всем из-за привязанности и зависимости и внутренней ничтожности мы можем чувствовать себя слабыми и ограниченными обвиняющие нетерпимость наших скрытых мыслей и чувств проецируется на мир заставляя его выглядеть пугающе поскольку эти страхи содержатся в нашем уме пугающие события и переживания буквально привлекаются в наш жизненный опыт страх приводит к хроническому гневу и делает нас уязвимыми к нападению и внутреннему эмоциональному хаос мы испытываем боли страдания с периодическим отчаянием и предрасположенностью к эмоциональным расстройством эгоистичный ум который рассматривает каждого человека как отдельное существо завидует каждому кто кажется более счастливым более успешным или с лучшими отношениями лучшим телом или лучшими связями скоро из-за отсутствия внутренней ясности по поводу своих целей возникает замешательство приводящие к жалости к себе зависти и дальнейшему негодование самоосуждение бесконечно проецируется на мир приняв форму осуждения другими людьми которые далее увеличивает вино и чувство собственной незначительности для некоторых из нас единственное спасение это уход в напыщенность нетерпимость фанатизм высокомерие гнев которые принимают форму жестокости властности грубости и не чувствительности к чувствам других часто не чувствительность сопровождается самооправданиями такими как я искренний человек который откровенно высказывается и я откровенный тип вы всегда знаете что я о вас думаю эти комментарии прикрытие для бесчувственности которая могла бы быть лучше описано как бестактность низкая самооценка приводит критики себя и других постоянному соревнованию и сравнению анализу презрению интеллектуализации сомнению и фантазиям о месте когда все эти механизмы терпят неудачу возвращается чувство апатии безнадежности и ощущение себя жертвой в таком состоянии мы становимся все более отчужденными потому что существует такая огромная часть нас которую мы должны скрывать наше поведение приводит к изоляции от других и дисбалансу из-за переоценивания областей жизни который как нам казалось в действительности работает из-за этого внутреннего хаоса средний человек должен в силу необходимости оставаться неосознанным постоянно интересно наблюдать средства которые изобрел ум чтобы прийти к такому результату мы видим как человек встает утром и щелкнет выключателем радио или телевидение чтобы немедленно отвлечь ум от себя его внутренней болтовни несмотря на дополнительное развлечение мысли и чувства имеют тенденцию возникать пока ум не становится занят проектами дня работой и различными схемами получения заработка или удовольствия все начинается с озабоченностью тел все эти причёсывание мытье нанесение парфюма косметики дезодоранта и тщательный отбор одежды на предстоящий день выбор одежды занимает время в любом графике дня переполненном активностью бесконечные встречи телефонные звонки поручения социальные обязательства домашние обязанности электронные письма по дороге на работу или по другим делам происходит обсуждение с компаньонами слушание автомобильного радио совершение звонков по сотовому телефону отправка текстовых сообщений и чтение утренней газеты в метро по прибытию на место назначения следует озабоченной событиями дня бизнес распродажи сделки меры заботы манипуляции бесконечный поиск власти поиски ходов и вездесущий страх связанные с выживанием все это мотивировано желанием так или иначе получить значимость и безопасность повысить нашу самооценку и гарантировать наше самоуважение любыми средствами безумие этой борьбы действительно не осознается пока мы внезапно не бываем вынуждены прекратить все это из-за какого-то внешнего события затем мы сталкиваемся с внутренней пустотой это призывает нас к непрерывному потреблению содержание романов журналов телевидения и веб-сайтов или же пустоты избегают постоянным посещением вечеринок потреблением наркотиков притуплением чувства алкоголем просмотром кино и гонкой за другими развлечениями мы склонны сделать что угодно чтобы избежать встречи с этим чувством внутренней пустоты нет ничего плохого ни в одном из этих действий как таковом то что мы хотим исследовать это только состояние сознания понимания и способ которым действие воспринимается преследуется и переживаются на опыте состояние внутренней свободы и те же самые события и действия имеют полностью отличное значение идентичные действия могут производиться из внутреннего ощущения счастья собственной ценности и целостности те же самые цели могут быть достигнуты посредством реализации нашего внутреннего стремления к достижениям они соревнований с другими отношения становятся доверительными и наполненными любовью они ревнивыми конкурентными и направляемыми поиском манипуляции и одобрения когда мы свободно от отрицательных побуждений мы наслаждаемся приятными отношениями потому что мы любим людей они потому что мы привязаны к ним мы можем позволить другому человеку быть свободным не подвергая его ревности и угрозам мы не жертва манипуляции других людей потому что мы уже нашли свою внутреннюю целостность когда отрицательные мысли и чувства и отношения отпущены мы повторно овладеваем силой которую передали миру большая часть притягательности внешнего мира происходит из того идеального представления которое мы спроецировали на него вопросы которые следует задать себе для самой рефлексии действительно ли я хочу все эти деньги или это я придал им такую большую значимость что я хочу получить от названия той должности или от обозначения себя как доктора и эскуайра или преподобного действительно я хочу ответственности активности связаны с этим или на самом деле я хочу значимость и уважение связанных с этим я действительно люблю того человека или я люблю очарование которые я спроецировал на него или нее чем больше мы отпускаем тем больше мы развенчиваем идеализированное представление о мире чем больше мы избавляемся таких представлений тем меньше они управляют нами мы больше не под влиянием этого очарования и она не управляет нами мы больше не уязвимы для профессиональных программистов от сми и политических и социальных арен на нас больше не влияет внутренняя потребность в получении одобрения от других мы начинаем любить людей зато какие они они за то что они могут сделать для нас мы больше не должны эксплуатировать других или пытаться их обыграть когда наш собственный уровень вина уменьшается наша самооценка возрастает отношения теперь основана на целостности и мы больше не подвержены эмоциональному шантажу как следствие мы прекращаем пытаться шантажировать других посредством эмоционального давления поскольку отношении основана на честности и они существуют и функционируют на более высоком уровне больше нет страха перед отчуждением или чувством одиночества отпустивший человек больше не нуждается в других для самореализации личности но связан с ними по своему выбору из-за любви и удовольствия сострадание к другим и к их человечности преобразовывает жизнь и все отношения состояние внутренней свободы чем становится жизни когда каждый непрерывно отпускает чувства что становится возможным в состоянии когда мы отпустили большинство негативных чувств мы независимы от внешнего мира как источник удовлетворения потому что источник счастья был найден у нас самих счастье разделяется с другими так что в отношениях отпустивший негатив человек поддерживает сочувствует воодушевляет он терпелив и проявляет терпимость без труда признается ценность и важность других и признаются их чувства борьба за власть за то чтобы быть правом и доказывание своей точки зрения были оставлены появляется автоматическое неосуждающие отношения и поддержка других в их росте обучение получение нового опыта и раскрытие их собственных потенциальных возможностей присутствует спокойная поддерживающие принятие других мы чувствуем себя расслабленными яркими и полными энергии жизненные события текут автоматически и легко мы больше не действуем из мотивации жертвы или отказа от чего-то ради других вместо этого мы видим свои действия как служение другим и миру происходящее от любви жизненные события рассматриваются как возможности они проблемы личность мягкая открыта за готовностью отпускать и оставлять чувства без остановок из разворачивания и продолжающегося внутреннего процесса непрерывного открытия поскольку процесс разворачивается мы чувствуем происходящее внутреннее преобразование это приводит к устойчивому чувство благодарности удовольствия и уверенности в наших целях мы проживаем настоящее они озабочены прошлом или будущем мы испытываем доверительной незащищенность потому что сила которая проецировалась нами на мир стала снова принадлежать нам в нас присутствует внутреннее чувство силы и неуязвимости приводящие к внутреннему спокойствию сначала есть идентификация я тело в течение практики механизма отпускания становится довольно очевидно что я ум который испытывает ощущение тела они само тело когда большинство чувств и система взглядов отпущены в конечном счете приходит осознание я также и не ум но тот кто является свидетелем и переживает как опыт разум эмоции и тела посредством внутреннего наблюдения происходит осознание чего-то что остается постоянным и неизменным вне зависимости от того что происходит во внешнем мире или с телом эмоциями или умом с этим осознанием приходят состояние полной свободы внутреннее я было обнаружено тихое сознательное состояние которое лежит в основе всего движения деятельности звука чувства и мысли открывается как бесконечное внутреннее измерение гармонии покоя однажды отождествившись с этой осознанностью мы выходим из-под влияния мира тела или ума и с этой осознанностью приходит внутренняя невозмутимость безмолвие и глубокое чувство душевного спокойствия мы понимаем что это именно то что мы всегда искали но не знали этого потому что мы заблудились в лабиринте мы по ошибке считали себя равными внешним явлением нашей беспокойной жизни тела его переживания обязательства рабочие места звание действия проблемы и чувства но теперь мы понимаем что мы бесконечное пространство в котором происходят явления мы не мерцающие образы разыгрывающие свою драму на киноэкране жизни но сам экран бесстрастный свидетель разворачивающегося фильма жизни без начала и конца бесконечного в своем потенциале это постепенная реализация нашей истинной природы подготавливает почву для окончательной реализации идентичности сознания самим абсолютом глава 18 отношения поскольку они так тесно связаны с нашими основными потребностями в любви и безопасности отношения быстро выводят наружу наши самые сокровенные чувства по этой причине они чрезвычайно ценны неважно классифицированы ли отношения как хорошие или плохие в процессе эмоционального освобождения все одинаково ценно необходимо напоминать себе что чувства это программы то есть они выучены реакции у которых часто есть цель эта цель непосредственно связана с достижением влияния на чувство другого человека и таким образом влиянием на его чувство по отношению к нам и достижениями наших собственных внутренних целей мы рассмотрим общие эмоциональные реакции и исследуем какова их реальная цель эмоциональные реакции не имеют никакого отношения к любви поскольку любовь в состоянии единства с другим любовь не просто эмоция которая приходит и уходит то что часто считается любовью в общем человеческом понимании является прежде всего привязанностью зависимостью и собственничество как мы увидим все направленные на других людей эмоции включает в себя базовые убеждения в том что мы не полноценны сами по себе и поэтому другие люди рассматриваются используются как средство для того чтобы стать целостным хотя мы можем быть не в состоянии влиять на другого человека способом который мы хотели бы использование другого человека все же происходит на уровне воображения и ожидания мы также обнаруживаем что большая часть того что мы переживаем в отношениях происходит только в нашем воображении давайте начнем сначала с самых отрицательных эмоций мы исследуем их основной цель вероятную реакцию другого человека гнев первые чувства с которых мы начнем являются самыми отрицательными чувство ненависти злобы гнева бешенства мести и жестокости очевидно что в основе этих чувств лежат такие идеи как избавиться выгнать убить разрушить нанести травму обидеть напугать и запугать вероятная реакция другого человека избегать нас ненавидеть нас и атаковать нас в ответ меньшие формы гнева критика критичность обида угрюмость мрачный вид и отрицательные суждения о других эмоциональная цель состоит в том чтобы наказать других заставить их чувствовать себя виноватыми попытаться вынудить их изменить свои чувства или поведение заставить их пострадать поквитаться с ними унизить и обесценить их это конечно также приводит к ответу другого человека контр критикой контр негода ванием и избеганием чтобы разобраться в этой области мы должны понять что почти у всех есть фантазии прятать голову в песок думать что они ненормальные или что мы виноваты все это не поможет от них избавиться мы должны подняться на уровень храбрости и посмотреть на наши худшие чувства признать что они часть общечеловеческого бытия и помнить что мы ответственны только за то что мы с ними делаем очевидно что эти отрицательные чувства требует огромных эмоциональных затрат одной только этой причины достаточно для их рассмотрения и отпускания рассматривая чувства на уровне межличностных отношений мы обнаруживаем еще один закон сознания наши чувства и мысли всегда имеют влияние на других людей и затрагивает наши отношения выражены эти мысли или чувства словами и действиями или нет мы не будем в данный момент вдаваться во всуждение точной механики того как это происходит но в настоящее время это является областью исследований современной передовой квантовой физики особенно область касающейся высокоэнергетических субатомных частиц и их связей с мыслями и мысли формами мы можем вероятно интуитивно постичь истину этого закона сознания из нашего собственного опыта мы обычно знаем например когда кто-то сердит на нас даже если они ничего не говорят об этом ощущая сдерживаемой злость мы можем задать вопрос что-то не так даже когда они отвечают о ничего мы все равно чувствуем энергии гнева и расстройства это несколько пугающе обнаружить истинно наличие этого взаимодействия на энергетическом уровне но любой может обнаружить его с помощью внутреннего исследования весь комплекс установок которые мы имеем по отношению к другому человеку влияет на чувство того другого человека его отношение к нам выражаем мы их или нет женщины в нашем обществе обладают более развитой интуиции чем мужчины они обычно чаще осознают что их мысли и чувства известно другим истинные экстрасенсы конечно являются просто людьми которые являются экспертами в сфере интуиции когда мы впервые обнаруживаем эту истину мы можем ощутить что-то вроде легкой паранойи большинство из нас приучено думать что наши мысли и чувства частные дела и никого другого они не касаются что все ума разделены и что эмоции действуют только в границах нашего тела когда мы начинаем исследовать эту область мы находим что часто наша совокупность чувств по отношению к другому человеку зеркально отражается нам назад его отношением и что когда мы изменяем наше внутреннее отношение к нему его отношение тоже резко изменяется мы бессознательно влияем на других все время теми чувствами которые мы имеем по отношению к ним когда наша интуиция станет более развитой мы будем смеяться над нашей прошлой наивность и если мы погрузимся в более глубокое исследование мира экстрасенсов и парапсихологии мы обнаружим что мысли и чувства могут быть прочитаны опытными экстрасенсами даже с другой стороны земного шара единственный способ преодолеть эту начальную паранойю состоит в том чтобы очистить наше собственное поведение выяснить что именно должно быть очищенным просто и легко только посмотрите на то что вы не хотели бы чтобы другие знали о вас и начните отпускать это в процессе наблюдения становится ясно что эти сильные отрицательные чувства отражаются и бумерангом возвращается назад к нам глубоко затрагивая наши отношения другой человек просто отражает назад то что мы проецируем на него люди которые несут в себе много ненависти считает что они живут в полном ненависти мире и что много людей ненавидят их они видят внешние ситуации мира наполненными ненавистью что они не видят это то что вся эта ситуация создается ими самими у нас есть секретная надежда что наши злобные чувства по отношению к другим накажут их и заставит их пострадать на самом деле мы просто предоставляем им справедливую причину ненавидеть нас в ответ мы вынуждены жить со страхом перед их возмездием и нашей собственной неосознаваемой виной что часто приводит к физическим болезням мы обнаружим что весь наш гнев и негодование возникает из-за нашего восприятия то есть из-за способа которым мы рассматриваем данную ситуацию когда внутренние чувства отпущены наш взгляд на ситуацию меняется и мы часто удивляемся внезапностью с которой возникает чувство прощения и отношение трансформируется даже при том что на внешнем уровне мы не сделали или не сказали ничего чтобы выразить это внутреннее изменение это происходит с высокой интенсивностью когда наше намерение состоит в том чтобы преодолеть наши чувства обиды курс чудес основан на этом конкретном процессе изменения нашей точки зрения на ситуацию с помощью намерения видеть ее по-другому и быть прощающим это то что имел ввиду иисус христос когда он говорил об удивительной силе прощения интересно что для наставления иисуса христа о том чтобы благословлять и любить наших врагов есть научное основание на уровне энергии у более низких чувств более низкой чистота вибрации и более низкой силы когда мы находимся в более низком энергетическом состоянии таком как гнев ненависть насилие вина ревность или любые другие отрицательные чувства мы психически уязвимы для другого человека напротив упрощения благодарности и заботливости намного более высокой энергетической вибрации и гораздо большие силы когда мы переходим от более низкого к более высокому энергетическому состоянию мы создаем так сказать щит безопасности на энергетическом уровне мы больше не можем быть психически уязвимы для другого человека когда мы например в состоянии гнева мы уязвимы для энергетического истощения вызванного ответным гневом другого человека как это не парадоксально если мы действительно хотим влиять на других людей тогда мы должны по-настоящему любить их тогда их гнев на нас возвратится как бумеранг назад к ним не оказав на нас никакого влияния эта мудрость содержится в изречении будды записанного в дхамападе ненависть не побеждается ненавистью ненависть побеждается любовью таков вечный закон вина следующая тяжелая область отрицательных чувств вина здесь основная цель состоит в том чтобы умиротворить чтобы успокоить избежать наказание с помощью самонаказания и добиться прощения самым важным из них является желание быть наказанным другим человеком объединенное самонаказание это несознательное желание тем не менее это бессознательная цель вины это может легко быть проверено небольшим расследованием следующий раз когда мы почувствуем себя виновными в чем-то конкретном относительно другого человека понаблюдаем что произойдет при нашей следующей встрече почти неизбежно они поднимут в разговоре ту самую вещь которую мы держим в уме например если мы будем чувствовать себя виноватыми из-за опоздания навстречу это вина будет часто выявляться в критических ответах другого человека удерживая вину мы навлекаем на себя всю критичность других людей их преуменьшение нашей значимости наша низкая самооценка проецируется на нас через других форме их обесценивание нашей жизни если мы держим в уме заключение о том что мы маленькие и недостойны мы вызываем эти виды реакции на нас у других замечание которых имеют тенденцию указывать что мы маленькие недостойны если мы думаем что стоим не дороже корки хлеба то именно это мы получим это то что священное писание подразумевает под высказыванием бедная становится более бедными и богатые становятся более богатыми бедность на любом уровне не только финансово возникает из внутренней бедности как внешнее благосостояние возникает из внутреннего благосостояния если мы хотим чтобы другие прекратили критиковать нас и нападать на нас мы должны начать отпускать чувство вины и все чувства которые его вызвали очень быстрый способ понять роль эмоции межличностных отношениях состоит в том чтобы предположить что другие люди осознают и понимают наши сокровенные мысли и чувства делая это мы будем недалеки от истины поскольку они действительно интуитивно знают о наших мыслях и чувствах даже если не осознают и в данный момент они будут реагировать на нас так как будто знает о наших чувствах отношения в целом будут складываться так как будто другой человек знает о наших скрытых чувствах если мы все еще держимся за фантазию о том что другие люди не знают наших мыслей и чувств просто заметьте что собаки узнают о них очень быстро мы действительно считаем что человеческая душа менее развита по сравнению с собачьей если собака может быстро прочитать наше общее внутреннее отношение мы можем быть уверены что интуиция людей вокруг нас воспринимает ту же самую вибрацию апатия и горе чувство апатии горя депрессия тоски жалости к себе хандры безнадежности беспомощности возникает из внутренней программы я не могу их цель состоит в том чтобы получить сочувствие чтобы вернуть получить поддержку заставить других жалеть и призвать помощь какой эффект эти чувства производят на другого человека несмотря на то что вначале человек может попытаться помочь в конечном счете помощь сменится жалостью и наконец избеганием какова причина избегания избегание происходит из-за огромной потребности в энергии которую он тратит на другого человека это попытка истощить его бросаясь на его порог это явление выражается в широко известной фразе которая кажется жестокой но к сожалению так часто оказывается правдой когда вы смеетесь весь мир смеется с вами но когда вы плачете вы плачете в одиночестве постоянная грусть отгоняет от человека окружающих людей они начинают возмущаться если они не находятся очень высоком состоянии и не способна к состраданию без усилий хроническая грусть приносит преждевременное старение усталость и слабость и она может быть преодолена только если мы имеем мужество позволить чувству грусти приблизиться при соответствующих условиях иметь готовность принять ее и отпустить страх чувство страха будь это напряженность и беспокойство застенчивость чувство неловкости осторожности сдержанности или недоверия имеют своей целью избегание предполагаемой угрозы и восстановление психологической дистанции от пугающей ситуации или человека как это не парадоксально как мы оказали прежде из-за сильного страха в нашем уме именно то чего мы боимся входит в нашу жизнь это похоже на самосбывающееся пророчество энергия страха создает внутренний фокус на всех отрицательных вещах которые могли бы произойти и этот фокус может вызывать появление именно тех событий которых мы боимся больше всего страх в отношениях поэтому отдает нашу силу другому человеку и побуждает его сделать то самую вещь который мы боимся выход в том чтобы рассмотреть худший возможный сценарий посмотреть на чувства которые он пробуждает и начать отпускать их как и другие эмоции страх может быть разложен по составным частям эти части тогда легко могут быть отпущен например скажем есть страх перед критикой мы спрашиваем себя каков худший сценарий благодаря этому вопросу мы видим что основанием страха является чувство гордости когда гордость распознанная отпущена страх автоматически растворяется снова в отношении в которых мы испытываем страх если мы разложим страх на составляющие мы можем найти что это в действительности страх перед обнаружением нашего внутреннего гнева страх состоит в том что другой человек вам отплатит тем же и снова когда мы отпускаем гнев страх автоматически исчезает опасливый человек боится и подвержена ревности цеплянию собственничество и зависимости в отношениях это подход который всегда приносит разочарование цель этих чувств состоит в том чтобы связать и всецело обладать другим человеком чтобы достичь безопасности предотвращая потерю и время от времени наказывать другого за наш собственный страх перед потерей снова эти отношения имеют тенденцию проявлять именно ту вещь которую мы держим в уме у другого человека который чувствует себя подавляемым нашей энергии зависимости и чувства есть внутренний импульс бежать на свободу отдалиться разорвать связь сделать ту самую вещь который мы боимся больше всего эти чувства приводят к постоянному желанию влиять на других поскольку люди интуитивно чувствует наше желание управлять ими они начинают сопротивляться этому таким образом единственный способ для того чтобы люди отказались от противостояния с нами состоит в том чтобы отпустить желание влиять на них это означает отпускание внутренних страхов по мере их появления гордость чувство гордости часто потворствует в нашем обществе и она принимает форму перфекционизма аккуратности пунктуальности благонадежности поддержание образа хорошего человека чрезмерной чистоплотности трудоголизма чрезмерных амбиций успеха морального превосходства и вежливости в его обостренных формах мы видим высокомерие хвостовство тщеславие самодовольство и предубеждение на духовном уровне это проявляется в справедливом убийстве неверующих основная эмоциональная цель этих чувств к окружающим людям состоит в том чтобы добиться их восхищения избежать критики или отказа добиться принятия быть значимым и таким образом преодолеть наше собственное внутреннее чувство бесполезности к сожалению чувство которое мы пробуждаем другому человеке это часто такие как зависть соперничество и даже вражда и желание использования в своих интересах если мы смотрим на гордость мы видим что это часто замена подлинной самооценки представляет значительный интерес понимание того факта что главными отношениями которым многие люди применяют эти явления являются отношения с богом существует убеждение часто неосознаваемое что мы можем добиться определенной реакции от бога бог пожалеет меня бог отомстит мне бог накажет меня бог будет доволен бог благословит меня когда мы имеем адекватную самооценку мы мотивированы и внутренним смирением и благодарностью и поэтому у нас нет потребности в постоянном получении одобрения от окружающих или бог когда мы прекращаем желать всем понравится мы находим что мы нравимся когда мы прекращаем угождать другим и пытаться управлять их одобрением мы находим что они действительно уважают нас умоление собственной значимости формах задабривания лести поклонение самоуничижение пассивности все это есть попытки влиять на других угождая их эго чтобы получить благоприятное отношение к себе и достичь своих целей ложное смирение просто говорит другому человеку я маленький человек пожалуйста относитесь ко мне именно так и конечно он сразу так и делает как довольно очевидно все вышеупомянутые эмоции направленная на манипуляцию другими людьми и разрушительное для реальных отношений они все уменьшают нашу самооценку поскольку все не ставит нас в уязвимое положение таким образом а хотя мы можем думать что чувствуем себя хорошо и безопасно на уровне гордости гордость всегда сопровождается оборонительным поведением из-за ее уязвимости мы надуваемся гордостью каждый раз когда мы чувствуем себя неуверенно раздутая гордость легко восприимчиво к уколу мимолетного замечания или поднятой брови все отрицательные чувства являются по существу формами страха страх перед потерей уважения других или самоуважения или страх за выживание и потерю безопасности поскольку большинство отрицательных чувств сопровождается отрицательными суждениями они подавляются вытесняются или проецируется подавление вытеснение и проецирование имеет разрушительную динамику и приводит к прогрессирующему стрессовому напряжению и ухудшению наших отношений нам нравится притворяться что наши самые глубокие чувства неизвестно другим но так ли это мы все связаны друг с другом на психическом интуитивном уровне таким образом наши чувства могут быть прочитаны и известны другим мы можем не осознавать этого но их поведение по отношению к нам показывает что они знают наши внутренние отношения и чувства к ним например скажем наше внешнее поведение на работе образцовое почему же спрашиваем и другой человек получает продвижение или признание а мы не чтобы получить ответ мы должны посмотреть на наши скрытые внутренние чувства об оси и работе мы действительно думаем что он не заметил нашу внутреннюю зависть критицизм и недовольство это безопасно сделать ставку на предположение о том что другие люди знают наши внутренние чувства и мысли которые их сопровождают тот род мыслей которые мы имеем о них очень вероятно совпадает с мыслями которые они имеют о нас если мы поймем этот принцип то много вещей которые происходят в нашей жизни начнут иметь смысл мы можем спросить себя как бы я реагировал если бы был другим человеком и точно знала каковы в действительности мои внутренние чувства и мысли ответ на этот вопрос ясно даст понять поведение другого человека возможно мы не получили продвижение по работе потому что на невысказанном энергетическом уровне наш босс знал что мы критически настроены по отношению к нему обижены на наших коллег и требуем одобрения и признания прежде чем искать отрицательные чувства внутри себя лучше вспомнить что эти чувства не наше реальное внутреннее я они выученные программы которые мы унаследовали от самого человеческого существования никто не свободен от этих программ все от самого высокого до самого низкого имеют или имели эго даже у тех немногих кто достиг просветления было эго прежде чем они наконец вышли за его предел это условия человеческого существования для того чтобы быть в состоянии честно наблюдать наши чувства требуется беспристрастное отношение сначала мы должны узнать о том что действительно происходит внутри нас прежде чем мы сможем с этим что-либо сделать как только мы отпускаем какое-то чувство его место занимает другое более высокое чувство единственная цель признание принятия чувства состоит в том чтобы мы могли отпустить его принять чувство означает что мы готовы облегчить его разрешая себе испытать его не пытаясь изменить сопротивление первое что держит его внутри мы можем думать что некоторые отрицательные эмоции необходимо для нас однако после изучения мы обнаружим что это иллюзия более высокие эмоции намного более сильны и эффективны для удовлетворения наших потребностей давайте спросим себя например что мы были бы готовы сделать для кого-то кого мы действительно искренне любим мы немедленно увидим что мы сделали бы почти что угодно нет почти никакого предела до которого бы мы не дошли из-за любви теперь противопоставьте это тому что мы готовы сделать для кого-то кого мы боимся мы увидим что с большой неохотой мы дали бы как можно меньше может показаться что тираны получают что-то что лежит на поверхности однако в действительности они теряют многое не так ли их победа поверхностное временное и даже нереально это только видимость победы в конце концов мир поворачивается и тираной сеют свое собственное уничтожение то что мы выигрываем с помощью отрицательной эмоции недолго и неподлинное это действительно не удовлетворяет это похоже на принудительный комплимент реальное счастье следует и взаимовыгодной ситуации цена ситуации где есть победители проигравшие ненависть и низкая самооценка на самом глубоком уровне мы не можем отворачивать ни себя ни других другие всегда знают когда мы собираемся эксплуатировать их если мы испытываем затруднения в освобождении от чувства то здесь помогает просто посмотреть на намерение этого чувства какова его цель какой предполагаемый эффект оно должно произвести на другого человека какова его вероятная ответная реакция мы действительно хотим этого если бы это был последний день нашей жизни было бы эту тему что мы бы действительно хотели что же это и есть последний день нашей жизни нашей старой жизни со всеми ее конфликтами и спокойствам и страхами и эта цена которую мы заплатили за то чтобы держаться за старой поскольку мы отпускаем отрицательные подавленные чувства из всех программ которые мы усвоили они автоматически заменяются более высокими мы становимся более счастливыми и легкими это же происходит с людьми вокруг нас давайте рассмотрим эти более высокие чувства это какой эффект они производят на чувство другого человека и его реакции на нас позитивные чувства более высокие чувства храбрости устремленности уверенности способности я могу интереса юмора компетентности самостоятельности и креативности имеют эмоциональную цель эффективные действия операции и достижения реакции других людей отразит нам назад сотрудничество храбрость уважение и готовность быть с нами кроме того так как мы повышаем их самооценку они ищут нашу компанию как только мы смотрим на все это мы видим что мы получаем прекрасную награду за нашу готовность отпустить отрицательные чувства которые стоят на пути этих более высоких чувств легко достигающих наших реальных целей и задач когда мы действуем на уровне принятия удовольствия теплоты благодушия мягкости доверчивости внутренней правды и веры эмоциональные цели на которые реагирует другой человек происходят из любви удовольствия наслаждения гармонии миролюбия понимания и сочувствия реакция людей на нас будет происходить из принятия удовлетворения ощущение настроенности на одной волне ощущение понятости и радости они автоматически вернут нам нашу любовь довольно очевидно что эти взаимные чувства приносят успех в любом возможном предприятии с другим человеком профессиональное лето социальное личное или просто повседневное деловое взаимодействие единство когда наши внутренние чувства это миролюбие равновесие умиротворения безмятежность открытость и простота эффектом нашего влияния на других людей становится увеличение их осознанности наряду с нашей собственной а также большее чувство свободы совершенства единства и гармонии с нами выход на шине их с нами они будут чувствовать связь нами они отождествятся с нами они будут понимать нас на глубоком уровне и они будут чувствовать общность с нами как следствие они будут искать нашего присутствия потому что в нем они чувствуют себя завершенными признанными и удовлетворенными возрастет их чувство осознания их реального внутреннего я они будут чувствовать себя выше в нашем присутствии или когда не будут думать о нас в ответ мы получим чувство любви и благодарности за благословение нашим присутствием в таких отношениях автоматически и легко достигаются цели поскольку мы не удерживаем негатив нет ничего что мы хотим скрыть от другого человека и эта открытость позволяет другому человеку отказаться от оборонительной позиции ничего не скрывается из-за вины или страха и поэтому мы ощущаем осознанную психическую взаимосвязь именно на этом уровне регулярно происходят так называемые телепатические феномены когда мы находимся в полной гармонии с другим человеком нет никакого желания с нашей стороны удерживать или защищать любые мысли или чувства поскольку другой человек отвечает точно также мы безусилий знаем что приходит в голову другого человека и какие чувства его могут посещать есть полное принятие наших собственных человеческих качеств так же как и качеств других людей если мы действительно чувствуем других мы прощаем их когда мы видим мимолетную ревность или раздражение мы понимаем что это естественно и мы знаем что они в ответ знают о нашем мимолетном раздражении все же они закрывают на это глаза они принимают нашу человеческую природу и они понимают ситуацию они знают нас так хорошо что они признают вероятность мимолетного раздражения в определенных ситуациях но они также знают что мы отпустим его люди с которыми мы разделяем отношения любящего принятия хорошо уживаются с нашей их собственной человеческой природой поверхностные эмоции не важны мы сохраняем сознание наши общие приверженности любить принимать и быть в гармонии друг с другом и с миром такой уровень коммуникации на самом деле может быть достигнут с каждым это не обязательно должен быть кто-то с кем мы связаны на интимном уровне очень часто мы испытываем его сначала с нашими друзьями с которыми на карту поставлено меньше чем с близкими членами семьи и другая ситуация где это часто происходит в ходе обычной жизни это отношение с бывшим любовником с этим человеком которому мы показали так много теперь когда больше нет угрозы романтики могла бы развиваться дружба в которой больше нет необходимости что-либо скрывать может происходить действительно открытое общение честно и целостно и мы видим это весьма часто в парах которые расстались или развелись как только прошел кризис они легко взаимодействует и могут даже оставаться лучшими друзьями много лет влияние позитивных чувств очевидно что более высокие состояния сознания оказывают сильное воздействие на наши отношения потому что один из законов сознания подобное притягивает подобное наши внутренние состояния на самом деле передаются другим мы можем положительно повлиять на других даже когда мы не находимся рядом с ними физически чувство это энергия а вся энергия испускает вибрации мы похожи на излучающие принимающие станции чем меньше негатива мы удерживаем тем больше мы осознаем то что другие действительно думают и чувствует о нас чем больше мы любим тем больше мы находим себя окруженными любовью замена отрицательного чувства чувством более высокого порядка является причиной многих чудес которые могут произойти в течение жизни они становятся все более частыми если мы продолжаем отпускать поскольку мы продолжаем отпускать жизнь становится все более легкой происходит постоянное возрастание счастья и удовольствия и это требует все меньше и меньше от внешнего мира уменьшаются потребности ожидания других мы прекращаем искать снаружи то что мы испытываем изнутри другие мы отпускаем иллюзии о том что другие являются источником нашего счастья вместо того чтобы пытаться получить что-либо от других мы теперь стараемся отдавать другие теперь стремятся быть с нами вместо того чтобы избегать нас в рождественской песне чарльза диккенса скрудж испытал удовольствие от отдавания вместо того чтобы пытаться получить что-то от других радость этой трансформации доступно нам всем карл юнг писал о явлении под названием синхрония который также может быть названа симультантностью чтобы объяснить возникновение событий которые кажутся не связанными с интеллектом если мы отпускаем все больше мы сталкиваемся с этим опытом все чаще иллюстрации этого явления может служить следующий опыт полученный одним руководящим работником который практиковал технику отпускания около года я был президентом небольшой корпорации приблизительно с пятью десятью сотрудниками мы подготовили многообещающего молодого человека чтобы возглавить одно из подразделений компании оказалось однако что этот человек был очень незрелым вместо того чтобы ответить благодарностью и сотрудничеством на все что было для него сделано он стал напыщенным требовательным и несколько параноидальным он объявил что собирается явиться на следующую встречу совета директоров и устроить большую разборку предъявив свои дикие обвинения и требования хотя все его обвинения можно было легко опровергнуть все выглядело как будто это будет большая заварушка в течение многих дней он казался просто ненавистным со своими угрозами в день заседания совета которое должно было быть в 13 00 я вел машину по бульвару думая о нем со злостью внезапно я позволила всему этому уйти я полностью отпустил все что с ним связано я начал видеть в нем напуганного ребенка я начал мысленно посылать ему любовь все мое беспокойство исчезла и я чувствовал сочувствующую любовь к нему я посмотрел на свои часы было двенадцать тридцать когда я добрался до офиса мой секретарь заявил что этот человек зашел в офис и сообщил что отменял все это он передумал в последнюю минуту я спросил ее во сколько он заходил она сказала что точно запомнила время когда он заходил так как скоро должно было начаться собрание она посмотрела на свои часы когда он объявил об изменении своих намерений на часах было точно 1232 отпускание ожиданий когда мы оказываем давление на других людей чтобы получить то что мы хотим они автоматически сопротивляются потому что мы пытаемся приносить их чем сильнее мы давим тем упор не не сопротивляется даже при том что из страха они могут подчиниться нашим требованиям внутри они не согласны и позже мы потеряем то что мы получили это сопротивление есть во всех нас мы можем знать о нем когда она срабатывает подсознательно и мы уклоняемся от осознания сопротивления создавая оправдание и придумывая правдоподобное объяснение как упоминалось более ранее главе в своей книге преодолевая запугивание роберт рингер назвал это теорией мальчик и девочки мальчик встречает девочку как только она понимает что он хочет ее и и становится трудно добиться таким образом если мальчик решает уйти она начинает хотеть его и он в ответ отвечает холодностью когда мы обращаемся к этому явлению чтобы объяснить сопротивление в продажах один из способов работы с сопротивлением состоит в том чтобы принять точку зрения о том что наша ответственность заключается в том чтобы приложить усилия но не попытаться повлиять на результат другой путь это отпустить чувства которые мы имеем по поводу наших ожиданий от другого человека и отпустить давление которое мы оказываем на него форме ожидания и желаний тогда у человека появляется психическое пространство чтобы стать более договороспособным или даже начать хотеть получить желаемый результат самостоятельно именно тот результат которого мы хотели изначально примером этой динамики может послужить мужчина который работал с техникой отпускания в самом разгаре процесса развода он и его жена старик лечо спорить по поводу чего-то что он хотел она просто продолжала говорить ему нет и вот посреди спора он отпустил объект которого желал теперь он принимал ее отказ и ее согласие как хороший приемлемый вариант и в момент когда он отпустил это в своем уме она внезапно повернулась к нему и предложила не только отдать это ему но также упаковать и организовать доставку это иллюстрирует очень простой но решительно изящный и активный способ вносить ясность в отношении во-первых посмотрите на то что вы втайне чувствуете по отношению к человеку в данной ситуации предположите что другой человек знает об этих мыслях и чувствах затем поместите себя на их место и подумайте как бы вы реагировали на его месте вы увидите что они ведут себя так как вероятно и вы бы вели себя на их месте цель состоит в том чтобы отпускать все эти чувства до тех пор пока вы не сможете войти в пространство позитивного мышления и чувствования об этой ситуации войдя в это позитивное пространство посмотрите как бы вы реагировали будучи другим человеком который знает об этих новых чувствах очень вероятно что их поведение изменится как вы и ожидали может произойти временная задержка но если вы будете продолжать смотреть изменение вероятно произойдет даже если этого не случится вы больше не будете расстроена из-за этой ситуации иногда вознаграждение отказывается себя обнаружить но мы можем сказать это то что вселенная задолжала мне на определенный срок на самом деле это возможность почувствовать себя частью чего-то высшего узнав что иногда плохое дело не возвращается влияние которые имеют наши мысли и чувства в мировой литературе называют законом кармы или вы получаете то что вы даете или вы пожинаете то что вы сеете часто мы не видим этот закону работе из-за временной задержки например знакомый взял у вас в долг 200 долларов и затем не отдал их как обещал больше года вы испытывали чувство обиды и последовательно избегали этого человека из-за эмоционального дискомфорта который усугублялся чувством вины за ваш гнев наконец когда стало очевидно что единственный человек страдающий от обиды это человек который ее испытывает и что это стоит ему душевного спокойствия появилась готовность отпустить это чувство в этой точке времени обиду было довольно легко отпустить и заемщик был прощен 200 долларов стали рассматриваться как суда кому-то кто был в сильной нужде в течение нескольких месяцев вы неожиданно столкнулись с тем человеком и он внезапно сказал я был обеспокоен по поводу денег которые я должен вам вот все 200 долларов суда была возвращена без каких-либо просьб об этом мы блокируем получение того что мы хотим от других нашими ожиданиями или гневом на них очень эффективно отпустить наши ожидания от других прежде чем мы попадем с ними в какую-то конкретную ситуацию эмоции этого действительности тонкие попытки повлиять на других и навязать им нашу волю чему они бессознательно сопротивляются хороший способ помочь в деле достижения взаимного удовлетворения в отношениях это с любовью представить себе самый лучший их итог удостоверитесь что это взаимовыгодно ситуация где обе стороны выигрывает отпускайте все отрицательные чувства и просто держите картину желаемого в память мы можем сказать что мы действительно отпустили когда мы чувствуем себя хорошо при любом исходе это хорошо если это произойдет и это хорошо если это не произойдет однако отпускать не означает быть пассивным это означает быть активным в позитивном направлении когда мы отпустили больше нет давления времени разочарование возникает и желание чтобы что-то произошло прямо сейчас вместо того чтобы позволить этому произойти естественно свое собственное время терпение автоматический побочный эффект техники отпускания и мы знаем как легко ладить с терпеливыми людьми заметьте что в конце концов терпеливые люди обычно получают то что они хотят одной из причин сопротивления практике отпускания является иллюзия что если мы отпускаем наши желания и ожидания мы не получим того что хотим мы боимся что потеряем это если мы не будем продолжать давить в этом направлении вам заложена идея что чтобы получить вещь надо ее хотеть на самом деле если мы исследуем проблему мы увидим что события происходят благодаря решениям наши выборы основаны на наших намерениях то что мы получаем является результатом этих выборов даже при том что они бессознательны они того что мы думаем что хотим когда мы отпускаем давление желаний мы способны сделать более мудрые выборы и принять более мудрые решения мы думаем что наше счастье зависит от контроля над событиями и что факты то что расстраивает нас на самом деле именно наши чувства и мысли об этих фактах реальная причина нашего расстройства факты сами по себе являются нейтральными вещами сила которой мы их наделяем зависит от нашего принятия или не принятия этих фактов и нашего общего состояния чувств если мы застреваем в чувстве это потому что мы все еще тайно полагаем что она позволит нам чего-то достичь и сексуальные отношения из-за широкой доступности сексуального материала и возможностей для различных сексуальных опытов большинство людей в наше время считает себя сексуально раскрепощенными это раскрепощение прежде всего интеллектуальное и поведенческое все же еще существует много эмоциональных и связанных с опытом ограничений а также сенсорные ограничения весь опыт содержится внутри сознания поэтому сексуальный опыт как любой другой зависит от нашего общего уровня сознания и внутренней свободы степень до которой был ограничен наш сексуальный опыт становится тем более очевидной чем больше мы отпускаем наши чувства об этом когда мы полностью отпустили наши чувства в области сексуальности это похоже на добавление третьего измерения к тому что до этого было двумерным опытом как выразилась одна женщина это как будто раньше я слышала только скрипки потом добавилась виолончель и затем флейта и так далее так что теперь опыт стал полным и всесторонним помимо возрушивая эмоционального удовольствия от свободы самовыражения практика отпускания вносит изменения в сенсорный опыт сам по себе для большинства людей особенно мужчин сексуальное возбуждение удовольствия от оргазма прежде всего генитальное ощущение когда человек становится более свободным область ощущения оргазма начинает расширяться и распространяется к тазу и животу ногам и рукам и в конечном счете по всему телу часто после такого достижения наступает плата и затем внезапно и неожиданно местоположение оргазма расширяется за пределы тела как будто у пространства вокруг тела был оргазм вместо человека в конечном счете оргазма нет никакого ограничения он кажется расширяется в бесконечность и переживается так как будто не имеет никакого конкретного центра или места действия как будто нет никакого отдельного присутствующего человека оргазм испытывает сам себя это расширение облегчается пониманием того что гримаса на лице и задержки дыхания это ограничение из-за страха перед потерей контроля и попытка ограничить опыт если вы будете дышать медленно и глубоко улыбаясь вместо того чтобы гримасничать страх будет впущен в сознание и может быть отпущен сексуальность теряет свою навязчивость свобода означает не только то чтобы не отказывать себе но также и свобода не иметь секса или оргазма когда мы отпустили чувства в этой области нами не управляет желание оргазма это освобождает творческое восприятие осознанность потому что ум не сосредоточен только на самом оргазме быть решенным доминанта желание получить оргазм позволяет сексуальные опыты которые были описаны в духовной литературе как тантрический секс большинство жителей запада читает немного об этом и возможно что-то пробует но потом они сдаются потому что они приближаются к нему способом который приводит к подавлению они к большей свободе чем более подлинно освобожденными мы становимся тем больше мы мотивированы чувством любви они желанием получить удовлетворение это изменение мотивации от желания голода взаимному разделению удовольствия и счастья вызывает существенные изменения в природе сексуальных отношений близость с другим человеком а становится более всеобъемлющей и приятной вы становитесь лучше сонастроены сексуальностью другого человека и интуитивно реализуете стиль удовлетворения друг друга одна пара выразил это следующим образом это как будто мы просто являемся свидетелями того что делают наши тела это как будто мы пространство в котором это все происходит как только у одного возникает желание или фантазия другой автоматически и без раздумий старается удовлетворить ее это как будто у нас есть экстрасенсорная связь и есть принятие своих внутренних чувств об этих фантазиях и отпускание того как другой человек мог бы на это реагировать также происходят изменения в области чистоты и разнообразия сексуальных взаимодействий это раньше было главным образом в пятницу и субботу ночью теперь занятия любовью могут происходить в течение многих дней или иногда недели проходят без секса это всегда по-новому это никогда не то же самое удивительно это просто продолжает становиться все лучше и лучше каждый оргазм кажется лучше чем предыдущий опять же часто любовные ласки так приятно что нет никакого беспокойства о том чтобы дойти до оргазма если это происходит хорошо а также хорошо если этого не происходит проведенное вместе в интимной обстановке время удовлетворяет и освобождает независимо от любого конечного результата другой человек сказал я никогда в действительности прежде не понимал насколько секс управлял моими отношениями это было действительно навязчивым поведением я всегда боялся что упущу возможность заняться сексом я не хотел пропускать возможность для удовольствия теперь мое поведение более гибкое на самом деле теперь у меня нет какого-то поведенческого образца когда это происходит это происходит и это замечательно когда этого нет я даже не думаю об этом я раньше все время думал о сексе женщины обычно говорили мне нет но теперь когда я действительно не забочусь об этом так сильно они обычно предлагают его или говорят да если я спрашиваю теперь я нахожу что больше беспокоюсь о них чем о себе прежде я действительно просто использовал их для своих собственных эгоистичных целей и интуитивно женщины знали об этом теперь я чувствую большую любовь к ним я действительно забочусь об их самочувствии и счастье даже если это только единственная встреча какое облегчение что больше не приходится лгать из вышеупомянутых примеров ясно что в сознании произошли изменения от пустоты до изобилия когда мы эгоистичны и сосредоточены на получении эмоционального или физического удовольствия от секса с другим человеком тогда мы чувствуем себя сердитыми расстроенными и обделенными чем более любящими мы становимся тем больше мы получаем то что другие дают нам и мы обнаруживаем что все мы окружены любовью и возможностями для взаимодействия исходя из чувства любви постоянно такая ситуация имела место у одной женщины которые потерялась следующим опытом я всегда весело больше нормы и была не очень красивой на всем протяжении моей жизни я не принимала себя я завидовала и ненавидела сексуально привлекательных женщин я стала также ненавидеть мужчин потому что они избегали меня я была полна жалости к себе я даже попробовала психотерапию но я ушла когда стало очевидно что психотерапевт более интересовался привлекательными молодыми женщинами пациентами чем мной я попробовала различные методы самопомощи и по крайней мере преодолела жалость к себе и депрессию я смогла получить более престижную работу но мужчина все еще не интересовались мной я не имела успеха на аренах секса и отношений используя механизм отпускания она вошла во все отрицательные эмоции которые она имела о себе и близости она позволила чувствам подходить одно за другим и она отпустила их она отпустила такие чувства как желание внимания и принятия других страх перед выражением себя страх перед отказом и даже страх перед тем чтобы быть глубоко любимой основой этих страхов было скрытое чувство я не заслуживаю любви кто вообще может полюбить меня в течение недели после отпускания этих чувств у нее было съедание она рассказала не я была так взволнована что даже потеряла аппетит мы прекрасно провели время и затем внезапно я поняла секрет я отдавалась любви вместо того чтобы искать ее вся моя жизнь теперь изменилась вместо того чтобы отчаянно желать привлечь внимание любовь я знаю что имею возможность давать и когда я вхожу в комнату и вижу всех одиноких обделенных любовью мужчин они выглядят так как я выглядела когда-то таким образом я знаю то что они чувствуют и что сказать им и как выразить себя я помещаю себя на их место и наблюдаю как их сердца тает я раньше отпугивала их потому что я была так голодна взять его я голодна это было моей проблемой теперь я чувствую себя наполненной я делюсь этой полнотой и тем что я узнала моя общественная жизнь стала столь приятной что у меня больше нет времени чтобы просто поесть я потеряла 35 фунтов за год я даже не сидела на диете я просто потеряла интерес я предполагаю что это потому что я теперь получаю удовлетворение способом который действительно что-то значит для меня возможно и немного выне себя от новизны происходящего но я скоро привыкну и сейчас есть один мужчина которым я действительно интересуюсь сексуальность поэтому отражает наше общее состояние сознания поскольку мы отпускаем страх и ограничения это область нашей жизни расширяется и становится еще более приятной и все же не необходимой для счастья свобода и креативность заменяет навязчивость и ограничений секс становится другим путем для большего выражения и увеличивающейся осознанности удовольствие объединенности и невербального понимания заменяет прошлое эгоистичный поиск облегчение при напряжении и ограниченной цель сексуального удовольствия и раздувания их тайна как утверждала женщина выше находится в понимании того что когда мы стремимся давать вместо того чтобы получать все наши собственные потребности автоматически удовлетворяются как отметил один человек я слышал о многих личных проблемах от моих друзей которые практикуют эту технику но отсутствие любовников ни одна из них но на этом еще не конец вернее все только начинается большая просьба именно к тебе лично не забудь подписаться на этот канал обучение общения и саморазвития чтобы каждый день становиться все успешнее осознаннее добрее и мудрее развиваясь вместе с нами и нашими экспертами а главное общаясь с огромным сообществом развивающихся в разных направлениях людей среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами которые будут тебя мотивировать к новым достижениям не бойся дружить советовать и помогать другим в комментариях и конечно чтобы получать оповещение последних и самых полезных видео рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик также не забудь поставить лайк если тебе понравилось видео напиши свое мнение или вопрос по теме а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто ведь мы читаем все комментарии поддержи нас и развивайся вместе с нами ну и конечно если ты больше любишь читать то заходи на наш официальный сайт портал обучение саморазвития где можно найти тот же материал и в печатном виде ссылка на эту статью на сайте будет в описании а если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу и главное не забудь поделиться этим видео с друзьями давай делать больше хороших дел распространять знания и помогать друг другу доброты и мудрости к сожалению так не хватает этому миру а на этом будем прощаться рекомендую посмотреть и другие видео в том числе на непривычные для тебя темы важных направлений саморазвития на самом деле очень много поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов чтобы каждый мог найти нужное а также имел возможность развиваться в разных темах а не только зацикливаться одной сужая тем самым свое видение мышление и мировоззрение естественно желаю тебе в любом случае мудрости любви успеха и всех остальных благ хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня а сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни или чтобы стать еще мудрее переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех которые ты сейчас увидишь перед собой на экране всем добра